Решение было принято, вы знаете, в связи с какими событиями. Я считаю, что мы не выполнили главную задачу на сезон. Это мы не продолжили борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Почему? Потому что когда я подписывал контракт с Хацкевичем, и разговаривая с ребятами, это не была закулисная какая-то ситуация. Я разговаривал с футболистами, я разговаривал с капитанами, я разговаривал со всей командой. Они меня заверили в том, что они готовы. Вот этот момент омоложения закончился, и команда готова к большим, как говорится, задачам. Смотря что мы ставим под большими задачами, большая задача, я считаю, была борьба за чемпионство, которая продолжается, ничего не произошло. Попадание в Лигу чемпионов, это стояла самая главная задача на сезон. Мы можем сетовать на сложный график, который был у нас, и на все, что угодно. Но он был известен заранее, значит, ему надо было подготовиться заранее. У нас достаточно, я считаю, глубина состава в этом сезоне. И были приглашены все те футболисты, которые хотел бывший тренерский штаб. Я ни в коей мере не хочу сейчас никого винить. Задача была не выполнена, поэтому мой утренний разговор с Хацкевичем утром был понятен. Что он должен отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер. С новой мотивацией, может быть, с новыми какими-то идеями. Для того, чтобы опять-таки вернуть доверие болельщиков. Прежде всего, доверие болельщиков, которые я видел до последнего, до последней секунды на матче с Брюгой верили в команду. Сегодня я представил тренерский штаб. И меня могут критиковать, меня могут говорить все, что угодно. Но на сегодняшний момент лучше, чем Алексей Александрович знает команду, не знает ее никто. Он ее комплектовал, он находился в структуре клуба, он профессиональный тренер. И от того, что он не выходил на поле со свистком, это не значит, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с командой. Он, надеюсь, внесет ту свежую струю, которая нужна этой команде и даст новый толчок. Поэтому, работая с молодым ребром, с молодым Хацкевичем, тоже был риск. Приглашать сегодня иностранца, может быть, это и правильное было бы решение, но это тоже палка двух концов. Не дать Хацкевичу использовать возможность попасть в Лигу чемпионов, провалился бы любой другой тренер, то меня бы критиковали бы за то, что я не дал возможности человеку, который строил эту команду, еще один шанс. То есть, из любой ситуации всегда будет виноват, как говорят стрелочники. Я готов взять все ответственность на себя, за все отвечать. Вот сегодня принят такой шаг. Естественно, хотелось бы, чтобы и вы, журналисты и пресса, поддержали команду, потому что им тоже непросто. И, видя по их лицам, а я их немножко знаю, они все расстроены, еще не отошли от того, что произошло во вторник. Поэтому будем надеяться, что команда «Киевская Динамо» в скором времени будет дарить радость этих побед. Официйные детали. На який срок контракт? Контракт подписан на три года. Естественно, с определенными моментами. Это задачи. Задачи выполняются. Я говорю, я хочу найти тренера, который работал бы 10 лет, но при этом выполнялись бы задачи. И Михаличенко – это не та фигура, которая может работать, знаете, как пожарник какой-то. Он не нуждается ни в финансах, он достаточно обеспеченный человек. И я с ним встретился, поговорил, и он готов взяться. Это его родная команда. И как не ему попытаться эту команду возродить? Какие задачи уже на этой сезоне стоят? Ну, я вам скажу, что всегда можно найти причины. Ну, они есть, конечно, эти причины. Это причины то, что Витя Цыганков, естественно, пропустил все сборы. И мы видим все, что он не в той форме, в которой мы его привыкли видеть. Тот же Вербич, который был после травмы, начинает набирать свои кондиции. Соль. Опять-таки причины травмированности. Но глубина состава, я хочу подчеркнуть, именно в этом сезоне давала нам возможность такую команду, как Брюги, пройти. Мы обязаны были их проходить. Если в прошлом году, давая кому-то интервью, я сказал, вы увидите, что Аякс – это команда, которая наделает много шороху в Европе. И по своему классу мы не можем пройти эту команду. И она доказала это. Почему? Потому что я в футболе 24 года, и меня тоже сложно обмануть, я кое-что вижу. И эта команда дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, а сейчас борются за квалификацию. И ее игроки, вот капитан команды высказался в такую фразу, что УФ неправильно делает, о том, что команда-полуфиналист должна проходить квалификацию. То есть им тоже очень сложно. Потому что в этот временной период команды набирают только свои лучшие кондиции, и им очень тяжело играть через два дня на третий. Может быть, если бы эти игры, квалификации были бы, допустим, в сентябре, нам было бы полегче. Рассчитывать на то, что будет какой-то смягченный график, вы знаете, что мы на это рассчитывать не можем. Поэтому работала команда в том режиме, который мы знали заранее, мы не имеем к этому никаких претензий. Единственное, жалко то, что мы можем, вот, Бариуполь вылетел вчера, жалко, что мы в рейтинге можем потерять, что у нас скоро одна команда будет квалифицироваться через сито попадания в Лигу чемпионов. Вот это вот единственная проблема. Ну, а во всем остальном я, естественно, не могу не смотреть на все с оптимизмом. Почему? Потому что если не смотреть с оптимизмом, то не надо тогда вообще этим заниматься. Чи есть у нового главного тренера какие-то вимоги щодо комплектации складу? Может, кто-то вернется за рейтинг? Смотрите, мне сложно говорить, почему? Потому что все вопросы, даже по уходу в аренду в Днепр, в улице и в Супряги, согласовывались с Михаличенко в том числе. Я хочу подчеркнуть. Вот есть Михаличенко, все покупки, все отпуски футболиста в аренду туда или сюда. Я единственное, вот забыл или не помню, согласовывал ли я с ним вопрос по поводу отдачи в славе Алибекова. Отдачи в славе Алибекова. Я у него вчера спросил, не поспешили ли мы? Он говорит, нет, пускай обобьется, наиграется, мы его обязательно вернем. Устраивает при подписании до, мы разговаривали двое суток, устраивает ли тот состав, который есть? Он говорит, абсолютно устраивает. Те люди, которые я не буду видеть, что имеют мотивацию, они, естественно, будут выставлены на трансфер. Если мы успеем это сделать в это трансферное окно, мы постараемся отдать в аренду или распрощаться с этими людьми еще в это трансферное окно. Если же мы не успеем, значит, это будет зимой. Но люди должны сейчас, мне кажется, все ребята должны вновь доказывать, что они могут играть в основном в составе киевского «Динамо». Поблажек никому не будет. Они все уже опытные. Я посмотрел, мы говорим, молодые-молодые, а если взять оборону, то у нас Бурда 24 года, Кадр 29 лет, Кинзера 25 лет, один Миколенко молодой, Бойко 31 год. Ну, взять, ну, говорить о том, что у нас молодая команда, я бы сегодня не стал. По кадрам про штаб Михаличенко, и что будет вакантная посада теперь спортивного директора? Ну, вакантная посада спортивного директора, наверное, долго не будет, потому что у нас не было много времени с Михаличенко это быстро обсудить, это надо подумать. Я думаю, что прежде всего он должен предложить кандидатуру, которая будет ему удобно работать, потому что, я еще раз говорю, я как тот солдат. То, что профессионалы предлагают, я должен, если у меня хватает финансовых возможностей, я должен выполнять. По-другому здесь это не работает. А иначе я должен был бы и тренировать, и селекцией заниматься, и всем остальным. Поэтому, мне кажется, мы с Михаличенко сейчас немножко разберемся. У нас есть для этого времени. Я так понимаю, сейчас Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора. До того момента, пока Михаличенко мне не подскажет, кого бы он видел бы. Я не знаю, может это будет Заваров, может это будет Бессонов, может это будет Голоколосов, я не могу сказать. Мы сядем, переговорим. Штат Махаличенко прокомментирует? Ну, насколько мне известно, в этот штаб, вы же видели, вошел тренер по вратаре Михайлов. Но это естественно, потому что он давно работает, он работает профессионально, качественно. И я думаю, что это правильное решение. Это Евтушенко, который с ним будет работать. Я видел сейчас Федорова, мы не обсуждали с ним эту кандидатуру. Я знаю, что он хочет привлечь ее Гусева. То есть молодых ребят, как в свое время привлек Валерий Васильевич, когда они были молодые, когда работал он и работал Демьяненко. То есть в тренировочном процессе должна быть, наверное, какая-то модель, где молодые сумеют выдержать физически и показывать то, что делать надо в том или ином упражнении. Вот такая философия. Игорь Михайлович, Михайлович хотел переходить с этой посады спортивно на тренера, потому что разные думки, что вы его попросили. Я смотрю, я его не просил, я выслушал его мнение, потому что происходит, естественно, говорить о том, что это был отчет сложно. Хотя провал это всей системы, всей клубной системы, начиная от меня и спортивного директора в том числе. Значит, что-то было сделано, наверное, не так. Может, тренировочный процесс был не такой, может быть, комплектация была не такая, но это провал. Поэтому мы с ним переговорили сначала об этом, но я у него спросил, как он видит. То, что он видит, положительные моменты, о них мы можем говорить, а об отрицательных моментах я бы не хотел бы говорить. Я бы хотел, чтобы он их быстрее устранил. И он их видит, и самое главное, что я понимаю, что он будет делать. Я с ним работал, я же еще раз говорю. У меня всегда был один, за все годы, когда я увольнял тренеров, у меня всегда был один осадок. Я говорю это, как оно есть. Это тогда, когда после транзиспора я убрал Михаличенко. То есть, если взять мою логику, философию, то, смотрите, Хацкевич ничего не выиграл, он работал почти три года. А Михаличенко выиграл два чемпионата подряд и проиграл одну игру транзиспору, я его убрал. Но тогда я как был, может быть, молодым, горячим, понимаете, и мы друг друга не поняли. Но я считаю, что вот ему, если, говорят, дали еще один шанс, то я думаю, что он им должен сполна воспользоваться. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин